Фокус Приветствую вас, друзья! Снова с вами Моряк, он же Куликов Сергей и сайт Фокус от Моряка. И в этом видео я подготовил для вас просто обалденный фокус. Он простой, не требует никакой подготовки, но в то же время он просто замечательный. Я уверен, что каждый из вас возьмет его себе на вооружение и он будет одним из гвоздей программы каждого человека. Ну что ж, ну может быть не гвоздей, но в арсенале вы его точно будете держать. Что ж, давайте перейдем, посмотрим, как он выглядит. Ну что же, друзья, давайте посмотрим этот фокус, который называется Брайан Бендер. Такое вот у него необычное название. Чтобы показать этот фокус, я воспользуюсь колодой Bicycle Outlaw. Это одни из моих любимых карт. Кому они интересны, ссылки на обзор и на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к видео. Ну что же, давайте возьмем нашу колоду. Перетасуем ее как следует, чтобы у нас все получилось. Итак, для этого фокуса я возьму три карты, абсолютно любых из колоды. Какие мне больше нравятся. Ну, к примеру, я возьму одну из своих любимых карт. Ну, потом давайте возьмем какую-нибудь крутую карту. Ну, например, давайте вот эту возьмем. Ну, и какую-нибудь простенькую давайте возьмем. К примеру, вот эту. То есть, у меня такие вот три картишечки. В каждой карте я добавлю примерно равное количество карт. Теперь я начинаю отлистывать вот так вот. Вы в любой момент меня останавливаете, просто говорите стоп. Когда вы сказали стоп, эта карта, которая открыта, помещается в эту стопочку и оставшимися картами накрывается. Все понятно? Все понятно. Отлично. Ну что ж, давайте приступим. Поехали. Стоп, к примеру, зритель сказал здесь. Кладем, накрываем. Дальше. Стоп, к примеру, зритель сказал здесь. Кладем и накрываем. Дальше. Стоп, к примеру, зритель сказал здесь. Кладем и накрываем. Все эти мы карты убираем вот так вот. Накрываем. Теперь щелкнем пальчиками и... разложим вот так вот их на столе. Что у нас получается? Карты, которые до первой, мы кладем сюда и сюда. Карты, которые до второй, карты до туза, мы кладем так и так. Ну и последнюю стопочку. Также мы кладем сюда. Итак, уважаемый зритель, вы все сделали сами. Я лишь отсчитывал. Вы меня остановили. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И напротив каждой карты появляется карта-близнец. Вот такой вот простенький фокус, который несложный, которому я вас сейчас с удовольствием научу. Если он вам понравился, то прямо сейчас комментируйте, лайкайте видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних событий. Ну что ж, переходим и смотрим обучение. Окей, друзья, давайте посмотрим, как выполняется этот фокус, который называется Брайан Бендер. Для этого фокуса не требуется никакой подготовки, вот чем он хорош. То есть можно взять колоду и, потасовав, показать фокус. Итак, как же делается фокус? Мы для начала говорим зрителю о том, что я возьму из колоды три абсолютно любых карты. Но на самом деле мы берем не три абсолютно любых, а карты-дублеры. Карту-дублер верхней карты, карту-дублер пятой карты сверху, и карту-дублер нижней карты. Первым делом берем карту-дублера для пятой карты. То есть вот раз, два, три, четыре. Пятая карта у меня десятка червовая. Значит я пролистываю колоду, говоря, что я сейчас буду, возьму какую-нибудь карту, да, любую. На самом деле я ищу бубновую десятку. Я ищу бубновую десятку, когда она мне попадается, я говорю, ну, примерно давай вот эта будет карта. Далее я беру карту-дубликат семерки буби, да, то есть я семерку черви беру. Точнее не дубликат, а правильнее сказать, наверное, близнеца. Потому что дубликат это вообще полностью одинаковый, как бы, да. Семерку черви, да, беру и двойку пик. То есть я ищу двойку крести. Ну вот она сразу внизу попадается. Я говорю, ну, и допустим, вот эта пусть будет. Окей. Все три карты мы взяли, да. Теперь я помещаю колоду на третью стопочку, да, вот на эту, на третью карту, которая была близнецом нижней карты. Двойки пик. То есть я оставляю одну треть колоды на ней, одну треть оставляю на средней карте и одну треть оставляю на первой карте. Итак, что получается? Карта-близнец двойки также на двойке и лежит. Здесь у нас ничего нет. Здесь у нас шестерочка лежит. И наверху у нас шестерка, она нам не нужна. Наверху лежит дубликат семерки. И пятая карта, это у нас дубликат десятки. То есть маленечко сложновато, может быть, поначалу будет понять принцип действия фокуса, но разберетесь, поймете. Итак, еще раз. Близнец двойки здесь. Здесь ничего нет. Верхняя карта-близнец семерки. Пятая карта-близнец десятки. Итак, нам сейчас нужно так сделать, чтобы близнец семерки ушел вниз, а близнец десятки остался наверху. Как это делается? Мы берем эту стопочку, первую, да, и объясняем зрителю о том, как будет все происходить. То есть мы говорим, я буду отлистывать по одной карте. В этот момент мы семерку отлистываем вниз. Отлистываем вторую карту, третью карту, четвертую карту, и на ней останавливаемся. То есть пока мы отлистываем четыре карты, мы говорим, я буду отлистывать по одной карте. Ты в любой момент мне говоришь стоп. Кладешь эту карту наверх, поверх отлистанных, и оставшимися мы накроем. Понятно? Понятно. Окей, хорошо. То есть, что мы сделали? Мы семерку перевели вниз, близнеца этой, а близнеца этой мы вывели наверх. Итак, готово, да? Теперь, собственно, можно все показывать. То есть, мы берем, начинаем именно с этой, с третьей стопки, не с первой, обязательно только с третьей. Поехали, значит. Начинаем отлистывать. Зритель сказал стоп. Мы эту карту помещаем на отлистанные, оставшимися на крыльях. Берем эту стопку, можем помешать даже. Вот эту можно помешать, собственно. Эти тоже можно помешать, но только с контролем верхних и нижних карт. Ну ладно, не будем пока в это углубляться. Итак, отлистываем. Стоп, к примеру, опять же сказал зритель здесь. Накрыли. Мы берем эти карты, начинаем отлистывать. То есть, получается, мы дублера десятки помещаем на нее. Отлистываем. К примеру, зритель сказал стоп. Мы кладем десятку. И на десятку помещается дублер семерки. После чего засовываем их туда. И накрываем, начиная с третьей стопки. Обязательно с третьей. То есть, третья кладется на вторую. Вторая кладется на первую. И никак иначе. Итак, положили. Никаких тасовок, никаких подснятий. Ничего не делаем. Раскладываем вот так вот веером. Не веером, а лентой, точнее сказать. Так вот лентой что-то раскладываем. Теперь мы видим, да, где торчат наши карты. Итак, эту сторону левую мы берем вот эти карты до десятки. До десятки. То есть, мы кладем десятку. Кладнем эти карты. Далее мы сдвигаем эти карты, да, и берем вот эти, которые до семерки. Под семеркой которые, да. Кладем семерку. Кладем эту стопку напротив семерки. Далее мы собираем оставшиеся карты. Но которые карты до двойки, мы берем не нижние, как у этих двух. Мы берем верхние. То есть, собрали их все вместе, да. Теперь вот так вот пробежали. Нашли двойку. Эти вообще в сторону нам не нужны. Вот она двоечка, да. И мы кладем напротив двойки. И волшебным образом щелкаем пальцами. И появляются карты близнецы. Вот такой вот фокус, у которого такое интересное название, которое называется Брайн Бендер. Что ж, друзья. Если этот фокус вам понравился, то конечно же лайкайте видео, обязательно комментируйте его, чтобы участвовать в конкурсе, выиграть призы. Обязательно подписывайтесь на канал и конечно же вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних новостей. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока.